Ну, в общем, пригласила Машу Марморис на свидание. Не прямой поцелуй. Нет, это не кликбейт. Реально? Да, это... У меня юбка кратчика есть там, где попа. Да, мы действительно пошли на свидание. Мы будем вдвоем, это свидание. Так в отношениях все и происходит. В какой момент моя жизнь до этого докатилась? Это был очень странный день. Я думаю, что вы без меня прекрасно знаете, что существует просто какое-то колоссальное огромное количество всевозможных чек-листов. Чек-лист ухода, чек-лист омывания, чек-лист рисования стрелки. Я нашла в интернете в открытом доступе чек-лист идеального свидания. И я подумала и решила, что я должна пригласить мою подругу на свидание и посмотреть, насколько идеальное свидание будет идеальным. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал Тык и включайте в себе обновления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Идеальное свидание и как его устроить? Многие из нас мечтают об идеальном свидании. Есть множество вариантов проведения свидания от романтического вечера до захватывающего приключения или погружения в мир искусства. Планирование свидания требует тщательной подготовки, однако удовольствие, которое вы получите от качественно проведенного времени, будет стоить всех усилий. Ну, я на это надеюсь, потому что я хочу, чтобы моя женщина была счастлива. Все мои женщины должны быть счастливы. К подписчицам это тоже относится. Будьте счастливыми. Пункт номер один идеального свидания. Мы должны встретить человека. Я прочитала, что на идеальном свидании ты должна встречать свою девушку, своего партнера. Поэтому сейчас я приехала за Машей. Сейчас мы с вами вместе пойдем ее встретим, потому что у нас с вокзала. Вот, я прикатила, чтобы ее прокатить. К тому же я приехала заранее, потому что я должна приезжать заранее. Вот, а она может опоздать. Так написано. Так написано. Пункт номер два. Принесите тому, с кем вы пошли на свидание, какой-нибудь небольшой подарок, чтобы обрадовать его. Если ваш спутник приезжает откуда-то издалека, например, и встречать его в аэропорту, вам следовало бы встретить его чем-то вкусным. О, 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 о. Так как свидание должно пройти идеально, я считаю, что очень приятно будет человеку с дороги принести чашечку кофе. Здравствуйте, а можно, пожалуйста, циклы напрямую вега Влада? Не прямой поцелуй. Все, да. Не прямой поцелуй. Вот такое общение с Машей. Я не вижу жизнь, я не вижу. Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте я заберу ваши вещи. В машине становится совершенно еще меньше помойки. Это совсем не похоже на склад. И, кстати, почему-то ты в эту машину очень идеально вписываешься, Маш, почему? Ты будешь? Я прочитала, что на свидание надо дарить подарки, поэтому, типа, я накупила много подарков. Но самое главное, это вот этот, потому что, помнишь, когда в прошлый раз мы встречались с Машей, она это похерила, и вот это, типа. Реально? Да. Это... О, смотри, у нас хорошее на свидание наменьшается. Опа. Что же это, жесть? Так в отношениях все и происходит. Забронируйте все необходимое. Чтобы свидание получилось идеальным, вам нужно будет заняться бронированием заранее. Не допускайте случайностей и забронируйте столик в ресторане. Корд для занятий мини-гольфом. Что? Купите билеты на концерт или договоритесь о прыжке с парашютом с инструктором. Сделайте все звонки заранее, чтобы вам было спокойнее. Для того, чтобы свидание произошло отлично, нужно заказать какой-нибудь классный ресторан. Маш, мы снова вечером пойдем в ресторан. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а можно сегодня на 6 часов забронировать столик? Если у окна ограничено, то есть поймите. А, хорошо, да, я хочу у окна. Ну, мы будем вдвоем это свидание. Все, мы идем в мега пафосный ресторан. Просто очень пафосный. И там, чтобы понимали, что туда зайти, нужно 6 тысяч просто дать за то, что туда зайти. Но мы пойдем в этот архиерный ресторан, потому что мы достанем лучше. У нас должно быть хорошее свидание. И надо цветы еще купить. И по магазинам походить. Что бы вы хотели на вашем идеальном свидании? Маш, что ты хочешь на идеальном свидании? Чебурек. Мы пришли в нереально пафосный ресторан с видом Маса, Москва. И тут есть импортные напитки. Спрай. Кока-кола. Панта. Швепс. Здесь парни швепс. Вы спланировали это свидание, поэтому вам стоит за все заплатить. И я призываю, что я буду платить. И люди очень слабо отреагируют. Я хочу это сделать не потому, что это редко, классно. Я могу заплатить вау, у меня есть лишние 100 рублей. Нет, не поэтому, а просто потому, что я хочу сделать людям приятно. Но людям это как будто делать, наоборот, неприятно. Как вы относитесь к тому, когда вам кто-то предлагает за вас заплатить? Мне раньше было приятно. И если мне кто-то говорил, типа, я сейчас за вас заплачу. Я такая, да, конечно, я только за, спасибо большое. Пожалуйста, оплатите мой чай, кофе, мою еду, всю мою жизнь. А теперь я такая, типа, когда мне что-то тоже предлагают кто-то оплатить, я немножко не понимаю, а зачем? Как у вас? Также здесь написано, что нужно сразу планировать следующее свидание. Ооо, если вы хотите сделать, чтобы... Какой-то бред написан, не буду читать. Короче, запланируйте сразу сходу следующее свидание. Мне нравится подход, нравится, нравится. Также есть информация, но она не точная. Но существует, что после того, как сходили в ресторан, очень хорошо обратились по магазинам. Поэтому сейчас мы идем по магазинам, делаем шоппинг. Знала, что это элитный эскорт? Каждый день об этом говорят. Тебя много пишут, где много клиентов. Это не клиенты, это гости. Мы представляемся в разделе с косметикой. Я слышала, что я очень-то иногда умею с косметикой самодеятельностью. Меня попросили подавать шампунь и подобрать маску для волос. Давайте подберем. Может быть, вам нужны вот эти вот? Салфетки? Ну да, точно буду протирать ему слезы. Все, отлично протираем свои слезы и волосы. Мы не сразу поняли, что это мы, но все же это мы. Здрасте. Блин, это у тебя все еще гарные лица. Это все потому, что он вошел. Все потому, что свидание должно быть идеальным. Шоппинг совершается. Так и должно быть продолжение шоппинга. Теперь надо купить себе одежду. Тебе нужны котики? У меня и так дома трое. Я скоро приеду смотреть на котиков. Котики – это хорошо. Нам это надо? Ма, что ты взяла? Тебе нужна смазка? Можно здесь хранить. Ну да, это естественно. Здесь можно хранить все что угодно. А можно хранить то, что написано. Косметичек стильный. Можно купить гучи на скидке. Ухлайд. О, а что ты предпочитаешь? Ухлайд или гучи? Я предпочитаю. У меня есть химфигер. Придумайте запасной план. Иногда все идет не так, как запланировано. Кто-то из вас может задержаться на работе или застрять в пробке. Чтобы вы не планировали, всегда нужно иметь про запас еще один вариант времяпровождения. Короче, да, мы катались на панах на дороге. У нас продолжение свидания. Я считаю, что нужно заплатить его романтично. По крайней мере, в всех листах было написано именно так. Поэтому, вау, смотрите, какие виды. Красиво. У нас, кстати, красиво сегодня выглядит. Очень стилевый вид. Ну, спасибо большое. Ладно, ну на фоне реки не так плохо, но стрёмно. Тебе стрёмно? Не, вообще. А знаешь, было бы что круто? Если бы эта штука была бы прозрачная. Да, было бы круто. Вода такая чистая, красивая, элегантная. Hello, my mood hair. Это special for you. Практически Германия. День, конечно, выдается красивым. И для того, чтобы успешное свидание было, нужно, конечно же, очень много гулять. И особенно приятно, когда такая классная погода. Займитесь чем-нибудь творческим. Нет, мы однажды уже провели всю ночь за чем-то очень творческим. Больше я не хочу заниматься чем-то творческим. Без обид. Не в ближайшее время. Вот. Пол пятого утра. Я просто не понимаю, зачем я живу уже. Мне кажется, это сон. Реально, может быть, правда, ничего этого нет. И я просто где-то валяюсь. Мы это сделали. Сейчас 6.18. Мы это сделали. Да. Мы занимались этим целую ночь, целый день. Мы ничего не ели. Вообще просто был пипец. Еще покрасили мне башку, потому что Маша решил покрасить мне башку. Эту ночь мы бы должны провести по-другому. Говорят, что, чтобы свидание было класс. Нужно проводить время вместе за совместным досугом. Поэтому мы сейчас будем красить Машу. А потом совместно досужно фотографироваться. Я себя уже накрасила, теперь буду красить ее. Ты счастлива? Да, я висплоть. Яйцо должно быть мокрым. У меня юбка, короче, сейчас там, где попа. В зеркале можете увидеть, но я вам не покажу. Не, у меня все нормально, но у меня просто эта юбка, она болтается вообще непонятно где. Мне кажется, она просто на силе тяги этого свитера. Не уверена, что сила тяги это актуально. Кстати, вы, может быть, и... Не смотрите! Я смотрела, чтобы меня там не было. Контент, который мы заслужили, развлечение двоих. Подписывайтесь на мой и на Машу на инстаграм, пожалуйста. Там будут фоточки. Завершите свидание должным образом. Заканчивать первое свидание поцелуем стоит не всегда. Поэтому важно следить за тем, как ведет себя человек, которого вы пригласили на свидание. Например, если вам ближе подходит во время прощания, наклоняется к вам или не хочет выпускать вас из объятий. Все это указывает на то, что поцелуй будет уместным. Какой гениальный контент, боже мой. Давайте будем делать проверку чек-листов на этом канале, мне понравилось. Наш романтичный чек-лист вечер проходит к тому, что сейчас пойдем в кофейную. И вы знаете, что только что произошло? Одно такое на свидание. И что произошло? Какой-то чел хотел склеить. Я тебе подхожу. Вообще нормальный. Он такой, а я подхожу не знакомиться. Не знакомиться? Нет, он не знакомиться не ходит. Он пошел по столику и не знакомиться он. Короче, наш вечер подходит к концу. У нас есть кофе, кофейное свидание на ночь глядя. Какие-то нас счастливые и просто... Очень светлые. Как чизи-фрэш. Если бы вас пригласили на такое свидание, были бы вы рады, или бы вы вскрылись, а если бы это была я... Уфу. Уфу. Альинф.